всем доброе утро рада всех видеть пока наверное потихоньку будем начинать потом постепенно к нам будет еще присоединяться ребятам еще раз всем привет сегодня мы будем решать задачи на оптимизацию и часто экономистам приходится встречаться с этими вопросами решим семинар на эту тему но перед этим мы рассмотрим способы решения диафантовых уравнений по идее вы должны были это уже проходить вот до этого в цикле летней школы можете пожалуйста написать плюс чат тот кто помнит знаешь такое диафантовое уравнение минус с кем еще нужно повторить а значит не было ну хорошо а вообще диафантовое уравнение это уравнение с неизвестными которые являются целыми числами поэтому в целом когда мы подбираем решение для таких уравнений мы знаем что x x и y это целые числа в принципе возвращаясь к тому что такое оптимизация и где мы можем это встретить это например когда у нас есть какое-то производство производство то мы что-то хотим минимизировать что-то максимизировать можете пожалуйста привести примеры таких величин которые мы в производстве хотим минимизировать издержки издержки если у нас есть издержки обычно это какая-то функция от q q это количество вот и мы хотим эту функцию минимизировать например мы хотим минимизировать количество топлива которое мы используем для чего-то ну или в целом чтобы все это наше производство нам обошлось дешевле еще что-то мы можем максимизировать например прибыль также мы можем максимизировать прибыль а кто-то помнит как мы можем найти прибыль а прибыль это выручка минус издержки ц вот ну по сути ну не то чтобы чисто но в данном случае у нас просто когда мы ищем прибыль а то тогда мы от всего чего мы заработали условно у нас есть количество умножаем на цену и отнимаем издержки как раз таки ц что мы писали ниже это у нас будет функция прибыли нам нужно ее максимизировать в целом бывает достаточно много задач на максимизацию это просто одни из примеров с чем мы можем встретиться в реальной жизни пункт который мы хотим дальше решать ну дальше рассмотреть это способы решения диафантовых уравнений еще раз диафантовые уравнения это такие уравнения что наши переменные x и y будут найдены ну они находятся в целых числах например первый способ что у нас есть это делимость делимость будет 2х в квадрате плюс 2ху минус х минус у равно 112 когда мы видим такое вот уравнение что мы в первую очередь хотим с ним сделать в принципе как его можно упростить мы можем мы можем сгруппировать когда мы уже выносим x плюс y и умноженное на 2х минус 1 равно 112 еще раз для тех кто для тех кто только присоединился диафантовые уравнения такие уравнения где наши неизвестные являются целыми числами поэтому x y принадлежат множеству целых чисел вот если у нас вот способы решения через делимость тогда мы можем рассмотреть 112 и просто разложить его на множители рисуем сразу видно что это число четное значит делится на 2 здесь будет 56 тоже делится на 2 28 делится на 2 14 на 2 7 7 7 и последнее что остается это единичка теперь рассмотрим что мы точно знаем насчет числа 2х минус 1 мы можем сказать что оно является четным или нечетным оно нечетное угу 2х минус 1 точно нечетное все понимают почему это так происходит я лучше повторить это число нечетное по определению четности и нечетности чисел потому что если у нас есть 2х это обозначает что число будет точно четным если мы отнимаем единичку что понятно что число будет нечетным если у нас здесь 112 то х плюс у будет являться четным или нечетным четным угу оно будет являться четным потому что у нас здесь на конце двойка четный и в целом после того как мы разложили на умножить множители можем обратить внимание что у нас двойка здесь повторяется 4 раза и семерка но не стоит забывать про то что у нас есть еще и единичка поэтому 2х минус 1 будет равняться единичке ну как бы то что мы можем рассматривать 2х минус 1 равно единице тогда х плюс у к чему равен? по сути 112 у нас мы можем получить из произведения двух множителей мы рассматриваем то что 2х минус 1 равно единичке тогда х плюс у к чему? 112 112 112 или 2х минус 1 равно 7 потому что это единственное здесь нечетное число ну помимо единички и тогда х плюс у к чему равно? 16 и теперь нужно найти решение этих двух систем неравенства тогда в первой системе какое будет решение? x равен 1 и y равен 111 а во втором случае x равен 4 и y равен 12 и и записываем ответ в целом для этого уравнения у нас подходит два решения либо когда x равен 1 и y равен 111 либо когда x равен 4 и y равен 12 тогда мы можем записывать как ну с помощью точек где x это первое число а второе y 11 или 4 и и 4 и 12 и в целом весь способ стоит в том что мы раскладываем это все на множители все теперь идем дальше второй способ решения это через ограниченность второй это ограниченность и рассмотрим сразу же на примере когда будет x плюс 1 делить на y плюс 1 делить на z и это равно тридцать тринадцатых и по условию нам дано то что x, y и z принадлежит множеству натуральных чисел что означает что эти числа являются натуральными вообще что такое натуральные числа тут числа которыми можно считать да это правда натуральные числа появились самыми первыми когда вот представьте что у нас было только там сельское хозяйство и считали баран то что натуральные числа это то что мы можем посчитать один баран, два барана, три барана, четыре барана и так далее у нас есть множество натуральных чисел натуральных чисел множество натуральных чисел входит в множество целых чисел целые числа это теперь что у нас не просто один, два, три, четыре, пять но и плюс-минус один, плюс-минус два, плюс-минус три натуральные числа, целые числа. Целые числа – это еще подмножество рациональных чисел. Это означает как О. И дальше у нас идут вещественные числа. Это Р. Немножко теории. А 0 не является натуральным числом, потому что мы не можем им посчитать. Если у нас что-то есть, мы можем это посчитать. Это натуральные числа. 0 не является натуральным числом. И, по сути, мы знаем то, что x, y, z – это натуральное число. Соответственно, оно целое и положительное. И зачастую задачки на оптимизацию в целом диафантового уравнения мы можем решать методом подбора. Бывает неудобно, долго, но как есть. И в итоге мы можем из 30-13 выделить целую часть. Тогда 30-13 равно. Если мы выделим единичку, то что останется? 17-13. 17-13. Угу. Можем еще выделить двойку. 2,413. Угу. И 4,13. Ой, тут не плюс должен быть, а должно быть. что мы 30-13 с помощью уделения целой части можем представить как 1 плюс 17-13 или как 2 плюс 4-13. Соответственно, 1 и 2 – это возможные значения для x. То, что это первый случай, который мы рассматриваем, это второй случай, который мы рассматриваем. По идее, можно было записать там еще и 0 плюс 30-13. Ну, по идее, выделили целую часть. Но 0 не является центральным числом, поэтому в целом это можно пропустить. Тогда у нас в первом случае x равен единичке, а 1 деленное на y плюс 1 деленное на z на z равно 17-13. И нам нужно решить эту систему равную. Получается x у нас также стоит равен единичке. И мы можем эту дробь перевернуть. И выходит, что y плюс 1 деленное на z равно 13 17-е целую часть мы выделить отсюда не можем. z. И тогда получается, что если x равен 1, y равен 0, то есть уже не соответствует условию, но тогда z получится равен 17-13. Потому что если мы y представили как 0, здесь нельзя выделить целую часть. Тогда z равен 17-13. но так как решение у нас должно быть в натуральных числах, то это решение, ну, то это уравнение решение не имеет. Обозначается таким символом. Но у нас есть второй случай, когда 13-13 равно 2 плюс 4-13. Тогда x у нас равен 2-м. и 1 деленное на y плюс 1 делить на z равно 4-м. 13-м. Это все равно. x равен 2-м. И снова переворачиваем. И выходит, что y плюс 1 деленное на z будет равно 13-4. Но в целом и 13-4, ну, из этого мы можем выделить целую часть. Тогда 13-4 мы как можем представить? 1,9 и 2,5 и 3,1 четвертая. Угу. 2 целых плюс 5 четвертых и 3 целых плюс 1 четвертая. Рассмотрим. Значит, если мы выделим единичку, тогда получится то, что x равное 2, y равное 1, и z равно 4,9. Ну, у нас не является натуральным числом, поэтому пропускаем. Дальше рассматриваем, что если x равное 2, y равное 2, а z когда переворачиваем, будет равно 4,5. Тоже пропускаем. и последний случай, когда y равное 3, а z равно 4. И это является нашим решением. И вот видите, вот, сказать, что x равное 2, y равное 3, и z равное 4. То есть все удовлетворяет натуральным числом. когда мы записываем ответ. Как изначально мы писали, что x, y, z это привычный порядок. Ну, если у вас есть n, m, k, лучше записывать через равно или же у нас ответ получился 2, 3, 4. Если какие-то нетривиальные обозначения, можно написать сверху. что означает за x, это за y, это за z. Или мы можем написать то, что все равно x, y и z. Есть вопросы по этому примеру? Нет. Нету. все хорошо. И третий способ решения это делимость плюс выделение целой части. Третье делимость плюс выделение целой части. Также смотрим на примерах. 5n в квадрате плюс 4n и плюс 13 разделить на n плюс 1 равно 11 минус 8 умноженное на корень 1 минус 8n, где n принадлежит множеству целых чисел. Какая разница еще раз между натуральными и целыми числами? Натуральные числа это те числа, которые используются при счете, а целые числа это туда входит 0 и это 1 минус 1 и все такое. В целом в целые числа у нас еще и включаются отрицатели. Но изначально выглядит пугающе. Несколько неприятно, как же это можем решить? Во-первых, мы можем поделить многочлены столбиком. Для этого мы записываем 5n в квадрате плюс 4n плюс 13 делим на n плюс 1. И в целом у нас порядок действий будет точно такой же, как когда мы просто делили какие-то большие числа. Для того, чтобы у нас получилось 5n в квадрате вместо n, на что мы должны домножить? 5n. Угу. 5n. Тогда здесь мы отнимаем и домножаем на 5n в квадрате плюс 5n. Значит, здесь мы смотрим, что у нас 5n в квадрате сократилось. Тогда получается 4n минус 5n будет минус n и плюс 13. Тогда чтобы избавиться от минуса на что мы домножаем? На минус 1. на минус 1. Да. Минус минус n и минус 1. n сокращается и будет плюс 13 минус минус 1. Тут важный момент. Главное не запутаться в минусах. Если у нас минусы два раза повторяются, то значит у нас теперь будет плюс и теперь 13 плюс 1 это 14. И наше выражение можем упростить. Во-первых, мы поделили, мы получили целую часть 5n минус 1. В остатке у нас 14, поэтому будет плюс 14 разделить на n плюс 1. плюс 1 равно 11 минус 8 корней из 1 минус 8n. Мы можем сразу избавиться от единицы и перенести ее на правую сторону. И тогда получается, что 5n плюс 14 разделить на n плюс 1 равно 12 минус 8 верни, 1 минус 8n. если если у вас появляются какие-то вопросы по ходу решения, вы можете сразу о них сказать. У нас по условию это все в целых числах, поэтому вот эта дробь тоже должна быть целой. Там решаем. Ну и в целом и правая часть тоже должна быть целой, и отсюда корень у нас тоже должен быть целой. И теперь рассмотрим дробь, то, что какие у нас есть делители числа 14, чтобы получилось целое число. 1, 2, 7, и 14. У нас целое число, поэтому еще что? Ну все вроде бы 1, 2, 7, и 14. Такие же отрицательные еще. А, точно, точно. Поэтому когда мы рассматриваем, точно такие будут и отрицательные числа, да, поэтому, как вы сказали, n плюс 1 может быть равно плюс минус 1, плюс минус 2, плюс минус 7, и плюс минус 14. когда еще у нас было занятие с вами 3-го числа, мы говорили, что у функции есть область определения, а есть еще в уравнениях смежное понятие. Это что? ОДЗ. ОДЗ. И в целом ОДЗ у нас накладывается, если у нас есть корень, например. Вот у нас здесь 1 минус 8n минус 8n должен быть неотрицательным, то что больше ли равно чем 0. Отсюда n у нас меньше ли равно чем 1 8. И это означает, что все положительные числа, которые у нас есть, мы можем убрать. Потому что если n меньше чем 1 8, это означает, что в дальнейшем мы можем рассматривать только отрицательные числа. Если у нас n плюс 1 равно минус 1, минус 2, минус 7, минус 14, если мы рассматриваем только n, у нас остается минус 2, минус 3, минус 8, и минус 15. Вообще, чтобы и эта часть должна, быть целой, то тогда у нас должен нормально выделяться квадрат. Почему минус 1 не может быть? У нас n не может быть равно минус 1, но мы рассматриваем n плюс 1. И в целом, когда мы уже ищем n, то тогда у нас получается, что n равно минус 2, минус 3, минус 8, минус 15, и минус 1 у нас нигде не задействуется. Теперь мы должны подставить это в корень и посмотреть, будет ли это, ну, будет ли хорошо выделяться квадрат или нет. Тогда если n равно минус 2, тогда у нас будет корень из 1 минус 8 умножить на минус 2, чему это будет равно? 1 плюс 16 будет 17 корень из 17. А нет, 1 минус 17. А нет, а нет, да, все правильно. будет 17. d плюс 1 плюс 16 будет 17. Поэтому минус 2 мы исключаем, подставляем минус 3. получается, что корень из 1 минус 8 умножить на минус 3. Тут уже корень из 25, значит, равно 5. 25, поэтому в целом минус 3 к нам подходит. Если мы подставляем минус 8, получается, что 1 минус 8 умноженное на минус 8. Почему? Потому что 5 минус 15. Ну, корень из 65, значит, минус 8 у не подходит в качестве ответа. А почему вот когда, почему 65, например, корень из 65 минус 8 не подходит? То есть, потому что это не целое число получается? Потому что это не целое число. Потому что нам сказано, что n это целое число. Вот, и если мы 8 умножим на какой-то корень, то у нас целого числа не получится. Поэтому нам так нам же именно надо, n было целое число, а корень может быть не целым. Но если у нас здесь не сложение или вычитание, вот, у нас все это выражение должно быть целым. А, ну да, да, да. Все. Хорошо, спасибо. Вот. И последний случай, когда n равно минус 15, 1 минус 8 на минус 15. Почему это равно? 141. Точно 141? Ну, 8 на 15 будет, а нет, 121. Будет корень 121. 11. Да, и значит нам этот ответ подходит. Но лучше всего, когда мы нашли ответа, нужно подставлять в наше изначальное выражение и перепроверять, действительно ли это работает. Потому что, ну, тут мы решаем, как говорится, танцами с бубном, вот, какими-то эквивалентностями. И поэтому итоговый ответ всегда лучше перепроверять. Поэтому вот в это вот выражение, которое уже у нас преобразованное поделено, мы можем подставить минус 3 и минус 15, посмотреть, выполняется ли это выражение или нет. Тогда в случае, если минус 3 5 умножить на минус 3 плюс 14 делить на минус 3 плюс 1 равно 12 минус 8 парней из 1 минус 8 на минус 3. Но в целом, чтобы не терять времени на расчетах, могу сказать, что в левой стороне получается минус 22, а в правой минус 28. И они не равны между собой. тогда проверяем минус 15. И выходит, что 5 умножено на минус 15 плюс 14 на минус 15 плюс 1 равно 12 минус 8 не из 1 минус 8 на минус 15. Чтобы сэкономить время, в левой стороне получается минус 76 и в правой стороне получается тоже минус 76. Значит, здесь ответ будет минус 15. минус 76. Ну, сейчас. Да, понятно. Ну, сейчас в целом вам может быть непонятно, страшно и так далее, но ой, вот n равно минус 15. Но, по сути, чем больше таких задач вы будете решать, тем это очевиднее будет становиться. И особенно перед ЕГЭ вам важно будет это все нарешивать, чтобы понимать принципы действий и знать в целом теорию чисел. Теперь мы переходим ко второй части. Это как раз решение задач на оптимизацию. И в первую очередь мы рассмотрим составление систем при решении задач. систем и решение при мяч. Спасибо. Продолжение следует... Как составить систему равнинги? Для начала мы вводим. Всегда, когда вы пишете подобные задачки, в первую очередь вам нужно ввести переменные, которые вы используете, и обязательно прописывать, что это и откуда берется. Пусть n1 – это у нас будет первое число, а n2 – второе число, и при этом n1 и n2 принадлежат множеству натуральных чисел. Тогда мы знаем, что по условию разность этих чисел равна 10, поэтому n1 – n2 равно 10. Но вот второе условие – то, что цифра сотен произведения увеличена на 2. Значит, как мы можем это записать? Вообще, что это значит, что цифра сотен произведения увеличена на 2? По сути, у нас по чисел есть разряды. единиц, десятков, сотен и так далее. И мы знаем, что у нас получилось какое-то число при перемножении n1 умноженное на n2. Но цифра сотен произведения увеличена на 2. Это означает, что мы добавили 200. По сути, разряд единиц, десятков мы не трогали, но разряд сотен увеличили на 2. Вот, напишите плюс, кому это понятно. Я все равно не очень понимаю, почему мы добавили 200. То есть... Ну, например, у нас было число 232. Да, 232. Стало 432. А, и мы просто... Да, 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 хорошо, поняла. Да, мы цифру сотен увеличили на 2. Вот. И при делении полученного неверного произведения на меньшие зубомножители получилось в частном 50 и в остатке 25. Какое из этих чисел большее, какое меньшее, судя по нашему условию изначальному? n1 больше, чем n2. n1 больше. Больше. Это меньше. За счет того, что мы от n1 отняли n2 и получили 10. Тогда выходит то, что n1, можно n2 плюс 200 равно 50n2. И остаток 25. Плюс 25. Получилась вот такая вот у нас система уравнений. Как мы можем это решить? Ну, можем выразить n1 через n2. Тогда получается, что n1 равно 10 плюс n2. n2 плюс n2 в квадрате плюс 200. n2 в квадрате равно 50n2 плюс 25. все переносим на одну сторону, чтобы у нас получилось квадратное уравнение. и выходит, что n2 в квадрате минус 40n в квадрате плюс 175 равно 0. н2. Н2. Можем решить через дискриминант. Все ли знают, как решать квадратное уравнение? или не очень? или не очень? Ну, да. Те, кто восьмой класс, еще не знают. Если мы представим квадратное уравнение в общем виде, то вид будет x в квадрате плюс bx плюс c. и это все равно 0. И здесь, если мы переносим, то a равно 1, b равно минус 40, и c равно 175. У нас есть формула дискриминанта, которая равна b в квадрате минус 4ac. Значит, мы 40 возводим в квадрат. Ну, минус 40 формула, но это ничего не изменится. Минус 4 умноженное на 175. Отсюда. Он будет равен 900. А 900 – это 30 в квадрате. И дальше, когда мы находим само решение n. 1, 2 равно минус b плюс минус корень из d делить на 2а. Тогда выходит, что 40 плюс минус 30 делить на 2. Значит, чему может быть равно n? n1 равен 35 и 5. Вот, из того, что… Ой, ну, сейчас. Лучше формально написать n2. 1, 2. Вот, мы нашли n2. И теперь с помощью этого мы можем найти n1. Потому что знаем, что n1 на 10 больше. И отсюда найти решение этой задачки. входит, что… Тогда получается, если n2 равно 35, то n1 равно 45. 5. Или если n2 равно 5, то n1 равно 15. И когда мы записываем ответ, то мы можем написать то, что у нас есть в скобочках n1 и n2. и это равно либо 15 и 5, либо 45 и 35. И это равно либо 15 и 5, либо 45 и 35. либо 15 и 5, либо 15 и 5. Ну, обычно… Ну, обычно, что n1 у нас записывается в первую очередь, n2 во вторую. 15 и 5. Вот. Теперь рассмотрим вторую задачку как раз таки на составление системы равнений. даю пару минут на прочитать. Ну, давайте обозначим n – это число колхозников. Колхозников на одном участке, ну, на каждом участке. Участки. А n – это само количество этих участков. И нам известно, что число колхозников, находящихся на одном участке, превышает число участков на 14. Значит, первое какое будет равнение? n плюс 14 равно m. Наоборот. А, m плюс 14 равно n. То, что n равно m плюс 14. И дальше. Когда еще 15 колхозников пришли на первый участок, остальных участков ушло по 15 человек, то число колхозников на первом участке стало равно числу колхозников, оставшихся на всех остальных участках. когда на первый участок пришло еще 15 человек, а с остальных ушло по 15 человек, то число колхозников на первом участке стало равно числу колхозников, оставшихся на всех остальных участках. Тогда получается. Ну, вообще для того, чтобы найти число колхозников вообще, нам нужно n умноженное умножить на m. n умножить на m. Ну вот, если мы число колхозников на каждом участке умножим на количество участков, тогда мы идем к количеству всех колхозников. вот, но у нас, если 15 человек пришли на первый участок, а с остальных ушло 15, минус 15, это все на остальных, значит умножаем на m минус 1, потому что на первый у нас пришло, то выполняется это равенство, что n плюс 15 равно n минус 15 умножить на m минус 1. В таких задачах, в принципе, в текстовых задачах, самое главное читать и понимать условия, что откуда пришло и куда ушло. Вот, мы составили систему уравнений, и дальше можем подставлять. Вместо n подставляем m плюс 14, тогда m плюс 14 плюс 15 равно m плюс 14 минус 15 на m минус 1. Ну и в целом, когда мы посчитали, это все сократили, преобразовали, вышло, что m в квадрате минус 3n минус 28 минус 3m. m в квадрате минус 3m минус 28 равно 0. И отсюда можем найти m1, m2, минус b плюс минус корень из d. Те, кто только идут в восьмой класс, вы это пройдете в восьмом классе, и важно будет выучить все эти формулы. плюс минус b в квадрате минус 4ac плюс 112, делим на 2. Отсюда выйдет, что 3 плюс минус 11 делить на 2. и тогда 7 и минус 4. А оба ли нам… Подходят ли нам оба эти решения или что-то не подходит? Минус 4 не подходит, потому что количество участков не может быть отрицательным. Зачастую в этом особенность текстовых задач, потому что обычно мы говорим про колхозников, про участки, ну, про какие-то величины, которые мы можем посчитать, и обычно они не являются дробными. Условно, мы не можем продать 2,3 какого-то продукта. Ну, если у нас именно по штукам, а не по килограммам. Поэтому если у нас отрицательное или не целое, то мы это число исключаем. Хотя зависит от задачи. Если у нас как сверху были какие-то числа, то вполне себе. Тогда m равно 7, и отсюда нам нужно найти, сколько колхозников было первоначально на участке, поэтому мы находим n. n равно 7 плюс 14 плюс 14. Это равно 21. И в целом это наш ответ. И первоначально на каждом участке был 21 колхозник. Это мы с вами разобрали, как составлять систему уравнений. Получается, из каждого условия вы выуживаете эту информацию, которая вам нужна. И потом уже решаете эту систему уравнений. Вот. А есть еще задачки на оптимизацию. Они характеризуются тем, что… Вот, сейчас мы увидим. Нам нужно, например, найти минимум или максимум какой-либо функции. Пока прочитайте. Мы можем записывать слой, можем не записывать. Давайте смотрите. Периодически в задачках у вас будут встречаться разного типа ограничений. Например, если мы говорим про жизнь, то мы не можем потратить больше того, чем мы зарабатываем. Поэтому, по сути, сумма всего того, что мы потратим, будет равна нашему доходу. Ну, как минимум меньше нашего доходу. Но здесь у нас есть ограничение по весу. То, что общий вес изделий у нас равен 321 килограмму. Тогда пусть х1 – это количество изделий первого типа, а х2 – количество изделий второго типа. И тогда как мы можем записать наше ограничение на вес? Ну, по сути. Ну, вес 1 плюс вес 2 меньше, чем 321? Ну, у нас общий вес изделий равен 321. Поэтому мы это все складываем и приравниваем между собой. Поэтому у нас есть какое-то х1 количество первого товара по 12 килограмм плюс какое-то количество товара х2 по 15 килограмм. И это все равно 321. Это ограничения, которые у нас введены. Но также у нас есть стоимость товара первого типа и второго типа. И нужно найти минимальную и максимально возможную суммарную стоимость, находящуюся в контейнере изделий. Поэтому, когда мы определяем стоимость, мы 400 умножаем на х1 плюс 600 умножаем на х2. Ну, тут 600 тысяч. Тысяча, тут тысяча. Вот. Ну, или можем вот эти вот 600 тысяч записать как 6 умноженное на 10 в пятну, например. Ну, так, наверное, будет даже корректнее. Вот. И всю эту сумму нам нужно либо минимизировать, либо максимизировать. Еще раз, если верхнее – это ограничение, то второе – это целевая функция. Вот. И, по сути, здесь у нас решение сводится к диафантовому уравнению, про которое мы говорили. Потому что и х1, и х2 – это все целые числа. Ну, даже еще больше – они натуральные. Поэтому мы можем выразить х1 равно 321 минус 15х2, деленное на 12. Ну, и при этом мы знаем, что х1 и х2 – это все натуральные числа. Вот. Ну, и, по сути, х2 должен быть меньше, ну, или равен, чем 21. Откуда мы это взяли? Потому что 321 минус 15х2 должны быть, ну, в целом, больше или равны нуля. Поэтому мы накладываем здесь ограничения на х2. И получилось у нас такое выражение. Тут у нас решается методом подбора. Вот. Потому что мы должны рассмотреть, ну, в целом, в каких случаях, при каких х2. Это у нас будет все натуральными числами. И сейчас, по сути, на лекции мы с вами рассматриваем способы решения. Вот. И именно на нахождение, как мы это нашли, мы будем тратить не так много времени. Потому что здесь самое главное – это понять суть. Вот. В первую очередь мы знаем, что вот 321 минус 15х2 должно делиться на 12. Да? Ну, чтобы это все было натуральным числом. Тогда 121 минус 15х2. Если мы рассматриваем х2, да, это может быть 12. 12, 24, 36, 48 и так далее. То, что мы перебираем все варианты, когда это у нас будет делиться на 12. Будет кратно 12. Вот. И, ну, условно, можем найти там до 180. Вот. И теперь мы отсюда можем вынести, ну, выразить 15х2. 12х2. Почему это может быть? По сути, смотрите, мы 15х2 переносим направо, 12х налево. И тогда получается, что возможное значение будет в этом случае 309. 309. 309. Дальше 297. 297. 285. И так далее. Вплоть до 105. И нам нужно выбрать такие значения. при которых, ну, мы сможем ровно поделить, здесь будет x2. При которых мы сможем ровно поделить на 15. Ну, здесь из того, что мы видим, это 285, 105. Если мы распишем то, что внутри, еще там окажется число 225 и 165. Тогда x2 здесь может быть равно 19, 15, 11, 10. Мы можем рассмотреть для каждого такого значения, чему равно уже x1, потому что у нас выше есть то равенство, которым это задается. х2. Ну, тут не квадрат, а тут х2. Сейчас я выключу звук. Ну, тут я неправильно говорю, что тут х2. Значит, отсюда х2 равно 19, 15, 11 и 7. И теперь, если у нас х2 равно 19, то чему равно х1? Вот у нас есть выражение сверху, то что х1 равно 321 минус 15 квадрат, деленное на 12. Ну, и в самом таком, для каждого случая мы можем рассмотреть второе. х2 равно 15, х1 равно. В третьем случае х3 равно 11, х2 равно 11, х1 равно чему? И четвертое х2 равно 7. 7, х1 равно 7. Вот. И подставляя эти значения х2 в верхнюю форму х1, мы сможем получить то, что в первом случае х1 равно 3, 8, 13, и 18. Вот. И теперь, ну, вообще изначально какие условия? Нам нужно либо минимизировать, либо максимизировать максимально возможную суммарную стоимость. А как изначально у нас выглядит? Это 400 х1 плюс 600 х2. Ну, пускай в первом случае нам нужно максимизировать. Вот. Вот. Мы максимизируем эту функцию. А для того, чтобы ее максимизировать, что нам нужно больше? х1 или х2? х2. Угу. То есть, чем больше у нас будет х2, тем больше у нас будет сама эта целевая функция. Потому что, ну, 600 больше чем 400. Поэтому какой из этих четырех вариантов нам подходит? Первый? Угу. Значит, у нас первый ряд. И чтобы найти максимальную сумму, мы должны 400 умножить на 3 плюс 600. И отсюда у нас получается 12 600 тысяч. Ну, у нас все это в тысячах. И по сути это 12 миллионов 600 тысяч. Вот. А если нам это нужно наоборот минимизировать, то какой из этих вариантов подходит? 7 и 18. Угу. Потому что 400 у нас меньше, чем 600. И чем больше х1 мы наберем, тем лучше. 100. Не везет. Если мы распишем, то S минимальная будет 11400 тысяч. Или как 11 миллионов 400 тысяч. Вот. И сейчас мы рассмотрим последнюю задачку на сегодня. Ну, имею в виду в рамках лекции. У нас есть 2000 рублей на путевке в дом отдыха. И есть три вида путевок. Вот. Первый вид. Второй. И третий. И третий. Эти путевки различаются по количествам дней и по стоимостью. Значит, первая у нас 15 дней. Вторая. Вторая. Двадцать семь дней. И третья. Сорок пять дней. И третья. По стоимости. Первая стоит 21 рубль. Сорок рублей. И 60 рублей. Ну, для этого нам нужно ввести переменные. Пусть х – это количество путевок первого типа. Типа. У – второго типа. А з – третьего типа. Третьего типа. И нам нужно истратить все деньги, и сделать число дней отдыха наибольшим. Поэтому кто-то может продиктовать, какие у нас будут ограничения и какая целевая функция. Если нам нужно истратить все 2 тысячи рублей. То есть, получается, так, 15 дней. Грубо говоря, возможно, 15 умножить на х плюс 27 умножить на у плюс 45 умножить на z равно 2 тысячи. Там же рубли надо умножать, а не дни. Это 1. А, 21x плюс 40y плюс 60. А, точно, точно, да. Плюс 60z равно 2 тысячи. Плюс 60z. Это у нас ограничение. У нас есть ограничение по деньгам, что мы должны потратить все 2 тысячи рублей. Вот. А нам нужно сделать так, чтобы количество проведенных дней было наибольшим. Поэтому у нас будет 15x плюс 27y плюс 45z. И это все должно быть наибольшим. Кстати, там 200 написали, а нужно 2 тысячи. Там еще один нолик. У нас будет 2 тысячи. Ну, для начала нам нужно сравнить все эти три путевки и посмотреть, какую нам брать наиболее выгодно. Ну, в целом. Можем посмотреть, где больше отдача от рубля. То, что нам нужно, чтобы на 1 рубль мы провели как можно больше дней. Ну, или можем рассмотреть, где дни дешевле. Ну, в любом случае это отношение. Ну, давайте рассмотрим, что нам нужно сравнить эти все три значения. Но на это время тратить не будем. Вот. И получается то, что... Ну, давайте сравним, где дни будут дешевле. Для того, чтобы посмотреть, где дни дешевле, нам нужно всю сумму разделить на количество дней. Тогда получается, что 60 в 45 будет меньше, чем 21 в 15 и будет меньше, чем 40 в 27. Стоп. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, все правильно. 40 в 27. Поэтому самые дешевые дни – это на путевках третьего типа. Следующие по выгодности идут путевки первого типа. А что не очень выгодно – это путевки второго типа. И, по сути, нам нужно набрать как можно больше путевок третьего типа, потому что они самые дешевые. Но сначала стоит записать условия. То, что... Ну, вот мы можем выразить отсюда х. Выходит, что 21х равно 2000 минус 40у минус 60z. И мы можем вынести 20. Ну, чтобы было проще для понимания. И будет 100 минус 2y минус 3z. Получается, что 21х равно 20 умноженное на эту скобку. Но если у нас здесь 20, то это значит, что число х у нас кратно 20. Это понятно, почему происходит? Да. 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 Вот. И поэтому, когда х у нас может быть равно либо 0, либо 10. на 10. В целом, мы 20 не рассматриваем, потому что, если мы 20 умножаем на 21, то если мы возьмем 20 путевок по 21 рубль, то это означает, что мы, наоборот, уже превзойдем свой бюджет, что нам не нужно. Поэтому нам нужно рассмотреть либо х, равное 0, либо х, равное 10. Ну, здесь будет х, равное 0. Мы посмотрим, вообще, сколько каких путевок мы возьмем. Тогда, если у нас х, равное 0, тогда получается, что у нас остается 40. у плюс 60z равно 2000. 2000. Вот. И нам нужно максимизировать количество дней, которые у нас есть. 7у плюс 45z. Максимизируем. А чуть выше. Мы рассмотрели, что самыми выгодными являются путевки третьего типа. Как раз таки, где z. И нам нужно сделать так, чтобы число этих путевок было максимальным. Условно можем 2000 разделить на 60. Тогда мы получим 33 с копейками. То, что если мы возьмем только путевки третьего типа, то мы сможем получить максимальное количество их 33. Если мы возьмем 33 путевки первого типа. за это. Тогда получается, что 33 мы умножаем на 60 и отнимаем все это от 2000. у нас, ну, 20 остается в остатке. 20 остаток. Мы с этим остатком ничего сделать не можем. Поэтому, ну, скорее всего, посчитали неправильно. Тогда возьмем следующее. Если мы взяли 32 путевки, тогда у нас в остатке будет 80. И это означает, что мы можем купить еще две путевки второго типа. Вот. Тогда две путевки второго типа. Ну и в целом это будет нашим ответом. 3. Но по-хорошему мы можем еще проверить, где х равное 10. Но это пока трогать не будем, чтобы не занимать время, а было больше возможностей подготовиться хотя бы морально к семинару. Вот. Тогда здесь ответ, ну, вопрос задачки. Сколько и каких путевок нужно купить? И получается, что мы купили 32 путевки третьего типа. И две путевки второго типа. Вот. Есть ли какие-то вопросы по сегодняшней теме? Вопросов нет? Нет. Вопросов нету. Ну, с вами тогда спасибо большое. Увидимся в 12. Вот. Я попрошу, чтобы вам семинар отправили сразу в вашу группу. Спасибо за лекцию. Спасибо. До свидания. Спасибо за лекцию. Всего хорошего. До свидания. До встречи. Давай.